Итак, Rift возвращается, один из моих любимых PvP-режимов в игре за всё время её существования. Железное Знамя, никогда мной особо не любимый режим, получает значительные изменения и, кажется, идёт навстречу многим игрокам. Сегодня мы коротко разберём самые важные новости, которыми разработчики успевают делиться перед новым сезоном, а он, напомню, стартует уже через неделю, 24 мая. Итак, у нас тут 10 ключевых изменений, я решил разделить по пунктам. Первое. В 17 сезоне, в Железном Знамени, пропадёт зависимость от уровня силы. Теперь он будет играться так же, как и обычные режимы. Это сделано для того, чтобы не ограничивать допуск новых игроков и дать всем возможность зарабатывать высокоуровневый шмот. Хорошо это или плохо? Пишите в комментариях, что думаете. На мой взгляд, в текущем состоянии игры и её аудитории, любое нестандартное решение, которое как-то может освежить геймплей привычных режимов, может сработать. Но будет понятно, как покажет себя именно это нововведение, только через пару сезонов. Второе. Из-за того, что уровень силы теперь не имеет значения в ЖЗ, игроки массово стали прикидывать, какое старое оружие, которое они ещё хранят, можно будет использовать. Речь о том оружии, которое ограничили в прокачке. Ликвидатор, замысел покорителя разума, лишний паёк, былые обиды и так далее. Вполне себе вариант снова достать это оружие и играть с ним в матчах, организованных Лордом Саладином. Правда, я не думаю, что это станет массовым явлением. В обычном PvP сейчас тоже уровень силы не роляет. Однако, как много вы там видели игроков с Пайком и Майнбендером? Вот и я о том же. Опять ютуберы на пустом месте хайп подняли. Но если рассматривать это как такой себе комьюнити ивент, кажется, первая железка может пройти именно под таким ретро-заголовком. И многие таки вернутся к своим старым ладаутам. Прикольно, пускай, но, конечно, не на постоянку. Третье. Рифт. Рифт возвращается, мои чуваки. Это просто главная новость всего Тваба. Я обожал этот режим в первой части, и я недоумевал, почему его все никак не добавят во вторую часть. Тут я на фон поставлю найденный в сети геймплей баннера в режиме рифт как раз из первой части, чтобы вы понимали контекст. Для тех, кто не знаком с режимом, это такой аналог режима захват флага. В центре карты раз в определенное время спаунится горящий сгусток энергии, искра, и команды должны забрать его и донести на базу соперника, и вбросить в специальный спот, словно мяч в корзину, попутно уничтожив взрывом нескольких только что появившихся здесь соперников. Выглядело это всегда очень эффектно, можно было подойти к месту вброса и, развернувшись к нему спиной, прокинуть в крутой анимации через себя. Надеюсь, в этот раз будет что-то подобное и накинут еще каких-нибудь ярких анимаций. Короче, режим очень динамичный, очень командный, интересный, и несмотря на то, что это 6 на 6, в нем обалдеть как важна тактика и участие напарников. В следующем сезоне Рифт вернется лишь в рамках Железного Знамени, а вот уже в 18 сезоне обещает стать частью постоянного режима в плейлистах Горнила. Четвертое. Репутация Железного Знамени будет изменена. Начиная со следующего сезона, знаки Железного Знамени будут удалены из игры, так что еще раз напоминаю, не забудьте сдать все знаки после того, как наиграетесь в текущее Железное Знамя. На смену жетонам придет система рангов вроде той, что сейчас есть у Сейнта-14 или Шакса. Вы будете зарабатывать Железные Нграмы за ранги, кроме того у Саладина также появится система фокусировки. Игроки смогут преобразовывать Железные Нграмы в любые виды оружия и наборы брони Железного Знамени, которые они заработали ранее, потратив часть материалов. Пятое. Система репутации в Железном Знамени устроена чуть сложнее и при том гораздо интереснее, чем в остальных режимах. Вот как ее описывают разработчики. Вы проводите матчи и каждый из них повышает вашу репутацию. Побеждая в матчах, вы соответственно получаете бонус в зависимости от вашего текущего ранга в Железном Знамени. Если во время матча вы наденете броню Железного Знамени, орнаменты и железки тоже кстати считаются, вы увеличиваете множитель бонусных очков к прокачке рангов. Надев 5 предметов, множитель увеличится до 200%. Кроме этого, выполняйте ежедневные испытания Железного Знамени, чтобы добавить еще 100% к множителю испытаний до конца недели. Ну а использование эмблемы Железного Знамени накинет вам еще 10% сверху. Так что все как раньше. Похожая тема была в первой части Destiny на неделе баннера, все носили эмблемы ЖЗ, броню и шейдеры. И благодаря этому все как раз и выглядело как настоящий такой ивент, частью которого все стремились быть. На мой взгляд это очень круто и правильно, работать над таким настроением ивентовым. Шестое. В игру добавят новые печать и титул, посвященные Железному Знамени. Странно, что до сих пор их не было. Банжи уверяют, что получить их будет непросто. Цитата. Чтобы вы понимали, чего следует ожидать от новых печатей и титула, скажем, что кандидатам в Железные Лорды придется потратить примерно 15 или 20 часов на их получение. То есть мы задроты сформим печать в первые пару дней, чтобы потом снова с чистой совестью ныть, что нам заняться нечем. Седьмое. Будет добавлен квест для новых игроков, который познакомит их с принципами режима Железное Знамя. Его выдадут только один раз на аккаунт и зачем-то разработчики радостно заявляют в твабе, что мы его и ветеранам Железного Знамени дадим пройти в обязательном порядке. Мол, не переживайте. Спасибо-спасибо, что научите меня играть в режим, который я знаю уже 7 лет, в обязательном порядке. Круто. Восьмое изменение. Как вы знаете, с Саладином произошли некоторые сюжетные изменения. И теперь он часть Кабал Гарема Императрицы Каятль. Это напрямую как бы повлияло на регулярность ивента. Начиная со следующего сезона, Железное Знамя будет проводиться лишь дважды за сезон. В сеннадцатом, вот в эти даты. Кому-то может показаться мало? Я вот не уверен. Мне кажется, что как раз слишком часто Железку проводить точно не стоило. Как-то это его обесценивало что ли? Кроме того, наконец-то додумались развести ивент Железное Знамя с другими ивентами. Теперь не будет пересечений ежегодных мероприятий, вроде игр Стражей с Железным Знаменем. Что позволит игрокам спокойно освоить временный контент в удобном для них темпе. Кстати, сам Саладин тоже по приезде будет располагаться в центре башни. Девятое. В игре, в Destiny 2, мы про Destiny 2 сейчас говорим, появится новая карта для ПВП. Невозвращенная, непереработанная. Новая. Разработчики пишут, что она разработана специально под режим Рифт, что кстати, хорошее замечание. Далеко не каждая карта может быть играбельной под этот режим. Нужна симметричность и масштаб. И здесь как раз её и обещают. Карта называется Раздор. Это симметричная локация с двумя базами в противоположных концах, тремя маршрутами и множеством пересечений. Она расположена в болотистой зоне с пирамидой в мире престоле Саватун. Грубо говоря, там где у нас рейд клятва послушника. Ну и десятое. С началом сезона 17, в Гарнила также вернётся контроль зон. Это режим формата 6х6, напоминающий обычный контроль. Только здесь стражам не будут начислять очки за убийство, а только за захват и удержание точек. Не особо популярный режим был, честно говоря. И вот его возвращение как раз я не ждал. Ещё бы комбайн тармс вернули и удивлению не было бы предела. А вот в обычном контроле пересчитали набор очков. Теперь команда получает по одному очку за каждого стража, который стоял на точке при её захвате. А не просто одно очко на всех. Именно такими были правила в Destiny 1. Почему их меняли? Неизвестно. Надо же было что-то видимо поменять. Ну и надеюсь, что уж с этим изменением люди начнут захватывать точки вместе, а не пробегать мимо тебя, когда ты в соло пытаешься не допустить Total Control в команде противника. В других режимах тоже чуть ребаланснули подсчёт очков. Вы можете видеть их на экране. Такие дела. Кто мог бы подумать, что мы доживём до изменений в Гарниле и до новой карты для него. Шок-контент просто. Я очень жду режима рифт, так что может даже придётся в железку поиграть в следующий раз. Пойду приготовлю свой лишний паёк и замысел. Хорошо, что я их не распылил, хотя мысль была. Спасибо за просмотр. Не забывай подписываться на страницу Бусти, на которой фактически держится канал. А если подписался, большущее спасибо. До связи.